К уже имеющимся 13 номинациям в этом году добавились две новые «Трюк года» и «Фестиваль года». Бывает так, что номер или аттракцион не удается, но в нем есть трюк, который никто и никогда не делал. Эта номинация создана для того, чтобы развивать цирк в сторону его усложнения или, может быть, необычности, рассказал гендиректор Росгосцирка, председатель экспертного совета премии «Мастер» Вадим Гоглоев. Идея о фестивале года появилась случайно в беседе с зарубежными цирковыми коллегами. После первого мастера к организаторам обратились продюсеры иностранных фестивалей и предложили ввести такую категорию, чтобы они тоже могли участвовать в конкурсе. В этом году в оргкомитет премии поступило 527 заявок на участие. Представлено 28 стран, в том числе такие территории, как Северная и Южная Америка, Китай, Австралия. Пятерку лидеров каждой из 14 номинаций по традиции определила онлайн-голосование. Теперь дело за экспертами. Начнется премия 1 июля на площади Южного Мола праздничным шествием с участием ростовых кукол, клоунов, жонглеров, цирковых оркестров. Кавалькада проследует к Сочинскому цирку, где будет дан старт мероприятиям, посвященным премии «Мастер». Кроме того, в рамках премии «Мастер», как и год назад, пройдет фестиваль «Мастерок» для непрофессиональных детских коллективов. Если в прошлом году в нем принимали участие конкурсанты из России, то в этом году «Мастерок» вышел на международный уровень. На сцене летнего театра выступят юные артисты из Израиля, Франции, США, Испании, Китая. Так как 2016 год объявлен Годом кино, каждую ночь с 1 по 5 июля на площади перед цирком будет представлена классика мирового кинематографа. На специально смонтированных экранах будут показывать ленты Чарли Чаплина, Григория Александрова, Федерико Феллини, Марселя Карне. Все фильмы, конечно, объединены темой цирка.